Всем привет, здравствуйте, с вами Лера, добро пожаловать на канал, и сегодня мы с вами посмотрим рабочие тетради по математике. Кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарии, прожимать лайки, потому что обратная связь это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании, а мы с вами начинаем. Поехали! Сегодня посмотрим, как детки справились с решением задач и решением примеров на деление и, соответственно, разные вот эти вот, разный порядок действий, сейчас мой мозг придет в норму, на порядок действий различный, и вот у нас еще одна задача. Я здесь вам обвела то, что мы делали на уроке, и плюс еще, да что такое, что это, кто кидается, чем-то кидается, я не пойму, то ли мне в окно летит, то ли это вдруг, то ли это кто-то что-то чинит. Не understand, это, 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 что это? Господи, надеюсь, это не мне. Вот, всего лишь два столбика выбрали из четырех, потому что мы, в принципе, сами по себе довольно-таки медлительные, да, поэтому я подумала, что полгода будем решать. Конечно, есть детки, которые подходили ко мне, подбегали, говорили, а можно еще решить вот эти? Я говорю, пожалуйста, можно? Вот я вижу, что ребенок, в принципе, он может решить, пожалуйста, решай, конечно, запросто, ничего против не имею. И здесь, на этой страничке тоже детки разные бывают, поэтому кто-то быстро все делает, а кто-то делает все медленно. Вот кто-то, кто все делает медленно, у него три основных, вот, а на странице 47-й вот эти два задания были дополнительными, поэтому у кого-то в тетрадочках они будут, у кого-то их не будут, но мы в любом случае с вами посмотрим, да, что к чему, да почему. Итак, и шестое, это решение уравнения, нам нужно просто решить уравнение, соответственно, думаю, это не очень сложно. Вот, значит, у нас задача, за 6 метров ленты заплатили 18 рублей, сколько рублей стоит? 9 метров такой ткани. То есть мы вроде бы разбирали все вместе, но краткую запись составляли, по крайней мере, старались составить они самостоятельно, вот, и, соответственно, мне дети мои машут в окошко, составить самостоятельно и, соответственно, решить тоже самостоятельно, вот. Потому что мне иногда очень часто кажется, что я уже похожа на курицу с яйцом или как курица-наседка, что я вот бегаю, 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 все разжевываю, все разжевываю, а с другой стороны, казалось бы, да, нужно давать все-таки вот это вот, как-то хочется мне иногда вот прям дать полной самостоятельности и вот прям оценить. Ну а вот насколько, вот вроде бы объяснишь, но чтобы он еще сам закрепил и сам мысль завершил, потому что вот обычно такое в контрольных по математике очень хорошо видно, но я вот чаще и чаще все стараюсь в классе, в классной работе еще давать самостоятельные решения задач, потому что это очень хорошо развивает. Понятно, ты можешь быть смышленым, ты можешь все схватывать, но ты схватываешь информацию, которую дают тебе извне, а сам дойти, доработать вот эту вот мысль свою до информации, которую тебе нужно, у тебя немножечко затруднения в этом плане есть, поэтому я за то, чтобы все задачи у детьми решались самостоятельно. Краткую запись мы можем разжевать, а вот все остальное, конечно же, самостоятельно, нужно давать детям больше самостоятельности, а то вроде бы кажется, что хорошо-хорошо, все разжевываешь, все разжевываешь, а потом на выходе получается, что ребенок понимает только информацию, которую мы уже разжевали, а сам ее разжевать затрудняется, поэтому бывает по-разному. О чем я говорила, уже никто не помнит начало моей мысли, но все довольны, надеюсь. Так, тут у меня лежат тетрадочки, вот я их раскрыла, русские я сегодня проверила за целый день, обалдеть, не встать, это шок-контент на самом-то деле. Так, дальше давайте возьмем вот эту вот, я не знаю, она рандом открыла, что здесь, как тут, 11-е, а почему 10-е, а точно 10-е же вчера было. Сегодня 11-е, 10-е, 11-е, классная работа, номер 2, значит, краткая запись, ленты 6 метров заплатили 18 рублей, всего неизвестно, нет, краткая запись у нас с вами уже не зерна, нет, 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 нет и еще раз нет. Нам говорят, что за 6 метров ленты заплатили 18 рублей. Дорогие мои, краткая запись, она, она то и краткая, что она краткая, надо кратко ее описать. О чем говорится в задаче, ну вот как всегда, вот вы говорите, ой, как тоже комментарий прочитала, как долго за это время можно было больше тетради проверить. Так я же вам объяснить хочу, чтобы вы еще что-то поняли, может быть пригодится кому-то. За 6 метров ленты заплатили 18 рублей, значит, какая у нас краткая, за краткую запись можно сделать? Можно либо 6 метров, либо за 6 метров. Ну, допустим, 6 метров, 6 метров у нас будет стоить 18 рублей. Дальше, нам нужно найти, сколько стоит 9 метров. А 9 метров, 9 метров мы не знаем, мы не знаем, сколько рублей стоит. Чего, всего, чего, зачем, зачем это, это лишняя, лишняя трата, лишняя трата, то есть краткая запись составлена неверно. Дальше, для того, чтобы нам узнать, сколько рублей стоит 9 метров такой-то ленты, нам нужно узнать, а сколько 1 метр-то ленты стоит. Ой, простите, для этого мы 18 делим на 6 и получаем, сколько правильно, 3, но не 3 метра, а 3 рубля всего заплатили. Нет, откуда это, ну, все разжевывали, ну, все, ну, вот откуда эта информация? Рублей стоит 1 метр. Рублей стоит 1 метр, все. Дальше, второе действие. Мы 3 умножаем на 9 и получаем 27. 27, соответственно, тоже чего? Рублей. Ответ. 27 руб. Рублей стоит 9 метров. Ну, уж мы это можно было метров написать. Ну, а в принципе, чего ты хочешь, Лера? Смотри, тут вот, пожалуйста, полным ответом хоть стараемся писать? Нет, не это. Не помогает нам особо. 27 рублей стоит 9 метров такой ленты. Ленты, ладно, пусть будет, пусть, но задача, мало того, что неверная задача, краткая запись, вся задача неверная. Дальше идем в номер 3. Номер 3, это у нас, соответственно, просто примеры. 54 разделить на 6, почему-то будет 50. Ну, это какой-то... Дай я посмотрю в честь тетрадок. Ну, это какой-то кошмар, это я не знаю. Это какое-то издевательство. Это откуда такие числа? Это таблица умножения. Я буду писать, учить таблицу умножения. Я пишу им, я некоторым пишу в тетраде, учить таблицу умножения. Бааа. Это значит, совсем не думал, то есть нет осознания того, что это. 54 разделить на 6. У нас 54 разделить на 6 будет 9. 42 разделить на 6. У нас будет 7. 36 разделить на 9. У нас будет 4. 40 разделить на 8. У нас будет 5. Это раз, два, три, четыре. Ух, слово раз, кстати, не существует. Мы не начинаем счет со слова раз. Да? Со слова 1 только. 52 минус 31 разделить на 3. Тут у нас будет 21, 7. Здесь у нас будет 9, 6, 35. 30 минус 23 почему-то 13, хотя должно быть 7. Ну, а потом мы 35 делим на 13, и у нас каким-то способом получается 6. Кто научил уже в столбик делить, непонятно. Может, вундеркинтеры? Буха ее знает. Бит, 5. Так. Уф, 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 да, ребята? Уф пахнет уфом. Дальше. Номер 5. С первого поля вывезли 16 стогов сена, со второго на 8 стогов больше, чем с первого. Сколько стогов сена вывезли с этих двух полей? С первого поля 16 стогов, со второго... В то... Ро... Го... Неизвестно сколько, но сказано, что на 8 стогов больше, чем с первого. То есть мы по линейке в идеале должны вот так повезти. Гыньк, гыньк. Чем с первого. Сколько стогов сена вывезли с этих двух полей? Ну и, соответственно, сейчас я, наверное, не смогу, но я смогу, но не очень смогу. Фигурную скобку рисуем. А, вот, все, не заметил. Можно и так, можно и так, можно и так. Сколько всего стогов? Можно и так. Если писать не хотите, можно фигурную скобку и тут вот как бы, да, во знак вопроса и стогов сделать. Ну, все, 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 поняла. Итак, первое действие у нас будет... Вот у меня дети путаются. Всегда обращайте внимание. На или в. На – это плюс-минус. В – это умножить или разделить. На 8 больше. Значит, мы первым действием... Да, ребята, не удивляйтесь. Эта задача в два действия. Первым действием мы к 16 прибавляем 8. Получается у нас почему-то 22, хотя должно получиться 24. 6, 7, 8. А, нет, все правильно. 6 плюс 12. Ну, 24, да, все правильно. 24 должно получиться. Дальше. Я уже, господи, думаю, совсем уже с ума сошла. Ответ 24. Сога. Стога. Сена. Вы. Везли. Ага, 24. Зачеркиваю, исправляю. А второе-то действие где? Нужно узнать, сколько всего. У нас есть число 16, у нас есть число 24. Итого у нас есть число 40. 40 стогов. Вот. Ответ. 40 стогов сена вывезли с этих двух полей. Так. Неверное решение и нет второго действия, соответственно. Ребят, ну вот вы спрашивали, ставлю ли я двойки за классную работу. Ну вот, ребят, вы бы сами какую оценку за это поставили? Вот, во-первых, поставьте лайк, если вы еще этого не сделали, да? А во-вторых, как бы, сами вот посмотрите, что бы вы, что бы вы, так сказать, поставили за данную работу? Мне кажется, мне кажется, что здесь-то... Тут уже даже СМЭ не поставишь, потому что работа большая. И мы все это разбирали. И то есть это прям полноценно. То есть ребенок, у него была возможность все проверить. У него была возможность все исправить. Этого не произошло. Вот вам, пожалуйста. Вот я ответила на ваш вопрос, ставлю ли я двойки. Не хочу ставить двойки. Ну, вы сами видите, это две задачи неправильно решены. Столько ошибок. И как бы давай посмотрим на домашнюю. Возможно, домашнюю у нас будет пятерочная. Так оно чаще всего и бывает. Домашняя работа. Это у нас уравнение. 23 плюс Х равно 31. Х равен 31 минус 23Х равен 8. 23 плюс 8 – 31. Ну, вот тройка вообще не тройка, согласись. 31 равно 31. Хорошо. К минус 17 равно 33. Угу, 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 угу. Так, 45 минус А – 9. А, 36. Ой, Господи. 45 минус 36 – 9. 9 в ровном виде. Контраст, ребята. Контраст. Давайте возьмем другую. Господи, помилуй. Пожалуйста, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Так. Классная работа. Да что у них за привычка? Что они дорисуют? Это уже не первая тетрадка, где они говорят «Дорисуй сердечко». Ну, я ж не злыдня. Мила. Класс. Так, 10-11 ноября. Все. Классная работа. За 6 метров заплатили 18 рублей. Много, 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 много очень слов, очень много слов. Можно было просто написать «За 6 метров тире 18 рублей». Сколько стоит 9 за 9 метров? Неизвестно, сколько за 9 метров. Неизвестно. Мы не знаем, сколько стоит 9 метров. Поэтому вот это вот очень много, очень много. Очень много. Кратко. 18 делим на 6. 3 стоит 1 метр. 3 на 9. Хорошо. Получается 27. Ответ. 27 рублей стоит 9 метров такой ленты. Все отлично. Хорошо. Здесь у нас 54, 9. 42 разделить на 6 будет 7. Тут у нас 4. Тут у нас 5. Здесь у нас 7. Тут у нас 21. Все правильно. Видите, порядок действия запомнили. Некоторые детки молодцы. Ходила по рядам, тоже видела, что кто-то обводил. Думаю, молодцы. Мои курочки, думаю, хорошие. Молодцы. Кто-то запомнил. Потому что, видите, если бы не было обведено в кружочек, то можно было бы спутаться, запутаться. Так, у нас 7. Здесь у нас 6. Здесь у нас 9. Все правильно. Здесь у нас 9. Так, здесь у нас 30. Здесь у нас 5. Здесь у нас 7. Все, тут у нас 5. Все хорошо. Хорошо, замечательно. Сейчас вот эта университетка, наверное, скорее всего, будет мешать. А может быть и не будет. Я хочу ее куда-нибудь в сторону убрать. Все. Правильно. Ура, товарищи. Ура. Вот, вот она краткая. Вот она краткая. С первого 16 стогов. С второго. Ну вот со второго-то лучше, конечно-то, использовать слово соу. Соу-соу. Со-во-то-ро-го. Неизвестно, сколько стогов. Но на 6 стогов больше, чем с первого. Видите? Вот оно, сколько всего стогов. Мы так, 24 стогов со второго поля. И 24 плюс 16 будет 40. 40 стогов, соответственно, сена вывезли с этих двух полей. Все хорошо, отлично. Все, поставлю пятерку с небольшим минусом за краткую запись. И так вот тоже по оформлению. Ну, по оформлению хорошо. Все хорошо. Ничего не могу сказать. Меня все устраивает. Все хорошо. И критерии это тоже устраивает. Дальше давайте посмотрим домашнюю работу. Домашняя работа – это, соответственно, тоже уравнение. Не первый раз замечаю, что пользуются за маской. Пожалуйста, не пользуйтесь за маской. Я уже замучилась вам вот так вот подчеркивать. Так, 23 плюс х равно 31. 8. 23 плюс 8 – 31. 31 равно 31. А что это такое 31? Чего это? Это чего это? После 23 плюс 8 – 31. Должно быть сразу это. А это чего? Это написали как… А зачем это? 23 плюс х равно 31. Х равен 31 минус 23. Х равен 8. Дальше у нас проверка и сравнение. Это не надо. Это вот у тебя здесь. Вот оно у тебя. Это не надо. 4. 4. Вижу здесь правильно. А вот тут неправильно поставила 4. Плюс 50. Но оно в любом случае будет 4. Здесь у нас 50 уже минус 17. Будет 33. И вот оно 33. Видите, не сошлось. Почему пишут 33 равно 33? Не сошлось. И тут у нас получается… Получается… Ну, все правильно. 36. Тут у нас правильно. Тут все хорошо. Вот он 4-4. Хотя можно было и тройку поставить. Вот эту вот. За то, что, так сказать, не очень аккуратно получилось. Но все равно, ребят, у меня палец так нагрелся. Работы бывают разные. Работы бывают разные. И дети бывают в разном настроении. И дети бывают и не выспались, и бывают, что невнимательные и так далее. Но вот это вот прям, я не знаю, я всегда вам говорю, что когда мои дети получают двойки, я очень часто болею. Что мне очень грустно от этого, и я болею. Причем я заметила, что вот ребенок как бы очень часто начал получать двойки не за классную работу, а вот за контрольную тоже получил ребенок двойку. И я смотрю, что вот любую самостоятельную, сейчас вот еще практическую посмотрю, за самостоятельную, за любую, за любую самостоятельную у нас там оценка выше тройки не поднимается. Это, конечно, очень печально, и многие мне пишут, но если не хочешь, чтобы были двойки, значит, я занимаюсь индивидуально. Но вот у нас, мы остаемся после уроков иногда, вот консультации начнутся у нас опять скоро, заново. То есть мы как бы работаем, работаем. Мы же не вот просто раз-раз и все, мы работаем, представляете, ребят, мы работаем. Но иногда работа не работает, а вот случаются такие казусы и курьезы. Ладно, давайте на этом с вами прощаться. Все разобрали, все сделали, всяко-разно бывает, поэтому стараемся и двигаемся дальше. Вот такие вот работы у нас с вами сегодня получились. А кому нравится контент такого формата, то не забывайте подписываться, оставлять комментарии, потому что обратная связь, это очень-очень важно. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал по ссылочке в описании. А с вами была Лера, увидимся совсем скоро, всем до новых встреч, пока-пока!